Привет! В прошлом ролике мы рассмотрели один из самых популярных саксофонов Янагисава, который можно найти на вторичном рынке. Профессиональная модель по вполне демократичной цене. Сегодня я пришел в магазин Глинки.ру с одной целью протестировать модели этого производителя и заодно сравнить их с нашим патриархом. Где-то раз в 10-15 лет Янагисава обновляет модельные ряды своих саксофонов и как раз несколько лет назад произошло последнее обновление. На смену саксофоном девятой серии пришли модели под порядковыми номерами 1, 10, 2 и 20. С подробным перечнем изменений можно ознакомиться на их сайте. Вкратце скажу, что саксы получили новые кейсы с удобными лямками на спину и карманом для нот. Копеечное улучшение, которое облегчает жизнь музыканта в прямом смысле этого слова. Носить саксофон за спиной гораздо удобнее и легче. В описании ко всем инструментам указано, что изменена мензура и тональное отверстие. Первая и вторая серии относятся к так называемому начальному профессиональному классу. Вторая и 20 серии топ-модели. Еще одно важное отличие металл, из которого сделаны саксофоны. Традиционно их делают из латуни, но Инагисава одна из немногих фирм, которые позволяют себе эксперименты. И вторая и 20 серии изготовлены из бронзы. Есть еще третья серия, которая делается из чистого серебра, но она не представлена сейчас на полках. Ее возят под заказ. Так что если у вас в обдной коробке лежит неучтенный миллион, даю вам подсказку, как потратить эти деньги. Итак, давайте сравним звучание всех четырех саксофонов. КОНЕЦ 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 Традиционно предлагаю вам самостоятельно оценить тембр всех пяти саксофонов. Я предпочитаю бронзовые модели, они чуть ярче. И я сам долгое время играл на такой Нагисаве. Информационный спонсор этого выпуска – магазин Глинки.ру. Самый широкий выбор духовых инструментов и аксессуаров. Напишите в комментариях, какая модель показалась вам наиболее интересной. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски и трансляции. До встречи!